Приветствую зрителей моего канала, с вами Радимич, сегодня у нас с вами серия по игре в Warpatch. Перед началом видеоролика не забывай подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, а также прожимать колокольчик, который будет уведомлять тебя о выходе новых видео. Ну а сегодня, друзья, я расскажу какой тактикой я пользуюсь и расскажу какие у нее плюсы, а какие минусы. Пока отправляю грузовики на добычу ресурсов, ну а чуть-чуть позже я вам расскажу про каждую единицу техники, какие роли она выполняет, какой у нее урон, какая у нее защита, насколько она у меня прокачана и насколько может быть прокачана эта техника. Этой тактикой пользуются мои друзья и в принципе она работает и хорошо себя уже зарекомендовала именно в боях. Ну а сейчас уже приступаем к нашему просмотру моих войск. На первый взгляд может показаться, что это какая-то чепуха. Маус, средний танк и три гаубицы. Но на самом деле это отличная оборона базы. Также она отлично себя показала и в нападении на другие базы. Казармы у меня здесь прокачаны еще не до максимума, ну а сам штаб у меня 27 уровня. Хочу вам сказать друзья, кто будет расставлять, расставляйте офицеров именно так. На первом месте у нас стоит Т-34-57, на втором 87 мм рак, на третьем месте у нас 155 мм гаубица, на четвертом портатип Мауса и 203 мм гаубица. В каком порядке будут стоять именно войска, не важно, но главное, чтобы офицеры сидели на нужной нам технике. Ну а сейчас ближе познакомимся с каждой единицей и рассмотрим ее по порядку. Итак, друзья, открываем нашу Т-34-57. Видим 109 тысяч урона и прочности 57 с половиной тысяч. Что хочу сказать по поводу этого танчика. Средний танк модифицирован у нас уже наполовину. Все ресурсы сейчас я вкладываю у Мауса, вы сейчас посмотрите и на него. Ну а здесь у нас пока прокачано только два уровня. Из деталей у нас стоит здесь и серебро и бронза. Не особо я вкачивал средний танк, но все же. На втором месте у нас находится 88 мм рак-43 со 115 единицами урона. Ну и прочность за нее я говорить не буду. Это все-таки противотанковая пушка, брони у нее нет совсем. Но при этом танки она вырубает на раз, независимо какой танк стоит перед тобой. По модификациям у нас здесь все очень плохо. Еще не вкладывал в нее очки, но это буду делать немножко позже. Из оборудования у нас стоит также и бронза и серебро. Это все будет тоже со временем улучшаться, потому что шестой уровень это не камильфо. Давайте переходим к нашей следующей гаубице, а это 155 мм гаубица М114. 180 тысяч единиц урона, но за броню я тоже говорить не буду. Из модификации у нас тоже здесь не все так гладко, потому что я еще раз повторю, пока вкладываю все ресурсы в мауса. Здесь у нас тоже и бронза и серебро. Оборудка, конечно же, не из лучших, но плюсы она свои дает. И вот он самый главный король нашей программы. Маус. Девятый уровень, 14500. У нас он имеет мощи, 335 тысяч урона и 214 единиц прочности. Это просто махина на колесах. Задача Мауса это сдерживать весь полученный урон, который летит у нас в гаубице в средней танке. Он стоит как стена. Сейчас посмотрим его модификацию, ну а позже перейдем уже к деталям. Из модификаций у нас практически все с вами прокачано. Осталась последняя у нас брошюрочка портотип Мауса. И здесь у нас практически тоже наполовину вкачано, потому что ресурсов требуется очень-очень много. Если у нас прокачка до 6-го стоит 1500 шестереночек, то я не представляю на каком уровне будет, сколько будет стоить на 10-м уровне. Из оборудки у нас стоит одна свеча, значит у нас сварочный аппарат, точнее это золотой. Все стоит серебро и показывает себя хорошо. И следующая у нас гаубица 203 мм советская, 208 тысяч урона, ну и брони у нас 20 тысяч всего лишь. Из модификаций у нас здесь тоже, как и везде, не все гладко. Гаубицы у меня здесь не прокачаны вовсе. Здесь стоит у меня бронзовая оборудка, но при этом она выполняет свою роль. Так вот и самый главный секрет этой тактики. Это то, что эта тактика замечательно себя показывает в обороне. И за счет трех гаубиц наносится очень большой урон по технике противника. Также при нападении на базу наносится тоже очень большой урон. Преимущество гаубиц это дальность, но не у всех. У противотанковой пушки дальность не особо большая. По сравнению из этих трех, самая высокая дальность это у американцев. Поэтому выбирайте какую качать, какую не качать. Это чисто тактика, которую посоветовал нам Соклановец. Ему большое спасибо. Хулиган, тебе привет. Ну, в Альянсе мы сейчас находимся в Сурф. Здесь 72 человека. Остальные находятся в другом Альянсе. Помогают там на захвате территорий. Ну и здесь у нас практически все изучено. Переходите на 15 сервер, друзья. Альянс Сурф. Вступайте, вас примут. И если что, вам помогут. По компаниям, друзья. Последняя компания была у нас за Аламейн. То есть, это у нас вторая глава. Уже я прошел достаточно много. Если хотите продолжение именно прохождения компании, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И также пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение именно прохождения варпатча. Единственный минус этой тактики, это то, что она показала себя не особо хорошо в прохождении компании. Поэтому, друзья, если интересны ролики такого формата, именно по игре варпатч, оставляйте свои комментарии. Я позже могу рассказать вам, какая лучшая тактика подойдет именно в прохождении компании. Вот такой короткий ролик у нас сегодня получился, друзья. Если понравился, ставь лайк и оставляй свои комментарии. Также не забывай прожимать колокольчик, который будет уведомлять тебя о выходе новых видео. Всем спасибо, что смотрели это видео от начала и до конца. С вами был Радимич. Всем удачи и всем пока-пока.